В представлении городских жителей картофель Это должно пройти столько стадий, столько должно поработать над ним людей, чтобы довести картофель до красивого, качественного клубня, что мы хотим себе подать на стол Само выращивание картофеля – это целое искусство Меня зовут Эдуард Олесик, я заместитель директора открытого ционерного общества «Агромотель» Агромотель – одно из крупнейших предприятий по выращиванию картофеля в Республике Беларусь У нас своя собственная производственная база, лаборатория, сеть хранилищ, в том числе и переработки картофеля Мы являемся одни из немногих сельхозпредприятий в стране с полным циклом производства То есть от самого зарождения картофеля до поставки потребителям И мы одни из немногих сельхозпредприятий в Республике, которые занимаются картофелеводством, в том числе и выращиванием семян картофеля Негласно мы являемся филиалом Института картофелеводства Национальной академии наук И работаем с ними в тесном контакте Мы используем инновационные методы выращивания Простыми словами, мы картофель клонируем у себя в лаборатории В этой пробирке у нас растет картофель, из которого в конечном итоге мы можем получить 15 картофельных кустов Когда у нас таких изначально растений 200, то в итоге, благодаря методу черенкования, мы можем получить 25 тысяч растений На сегодняшний день мы выращиваем 16 сортов Образцы для клонирования картофеля, то есть черенкования, мы закупаем в Российской Федерации В том числе в Германии, в Голландии Это делается для того, чтобы сэкономить средства и смотрим далеко вперед На сегодняшний день мы можем уже сами производить некоторые иностранные сорта То есть выращивать картофель иностранного производства Мы имеем определенных специалистов, обученных этому производству Но акцент, конечно же, делаем на белорусские сорта Самые популярные – скарб, бриз И такие довольно еще незнакомые сорта для белорусов – это манифес, палац Вы можете заметить, что наш картофель растет будто бы в желе На самом деле это так называемая агоризованная питательная среда В ней содержатся все необходимые элементы для нормального роста и развития картофеля Тут у нас витамин С, витамины В1, В3, В6 Помимо того, тут макро-микроэлементы, то есть калий, фосфор, магний Главное – создать правильные условия Черенок картофеля находится в определенной среде Затем мы его пересаживаем уже в естественные условия В растительный зал, и после этого он уже попадает в теплицу для полного развития Наша картошка уже подросла, ей месяц Каждая картошка высаживается в свой горшок-капельницу То есть к каждому горшку подведена система капельного полива Здесь, конечно, идет и процесс вертигации, то есть это идет полив вместе с удобрением Всего в нашей теплице почти 21 тысяча горшков капель Для регулировки микроклимата в теплице у нас присутствует наружная метеостанция Которая изучает погодные условия, и данные передаются внутрь теплицы Происходит уже компьютерами регуляция воздуха внутри теплицы В том числе солнечная погода, затенение С помощью наших специалистов разработаны определенные нормы питательных средств и увлажнения То есть картошка проращивается при определенной температуре и освещении, и влажности Ты сейчас добавлял наклубнеобразование, да? С азотной кислотой, аммиачную убрал, селитр тоже А поскольку поливал? По 5 минут? Да, по 5 минут На ревер где-то пошло литров 50, да? Может надо было чуть больше подкислить? Нет, это самое оптичное Мы имеем собственный питомник для разведения картофель Мы получаем в теплице клубнивый материал Высаживаем этот картофель уже в поле для дальнейшего развития То есть мы семена садим, выкапываем, останавливаем рост, получаем опять семена Мы выращиваем элитный картофель Чтобы картофель именно стал элитным, должно пройти несколько лет Это будет или четвертый, или пятый год развития картофеля За это время картофель набирает уже свою определенную мощь Уже полностью сбалансированы все вещества, получается окончательный продукт Мы уже взаимодействуем со всеми семеноводами, которые есть в республике Картофель отправляем в том числе и Российскую Федерацию Были заключены в прошлые годы контракты и с Молдовой, и с Казахстаном, и с Арменией, и с Азербайджаном Именно по семенному картофелю То есть карта очень обширная у нас реализация На сегодняшний день под картофель у нас отведено 520 гектаров Подготовка почвы для картофеля – это очень такой щепетильный момент Нужен определенный сивооборот полей То есть картофель на это же место может вернуться через 4-5 лет Почва должна пройти определенные стадии обработки В том числе минеральными удобрениями, органическими удобрениями Мы ежегодно почву сдаем на определенные анализы То есть мы это все предусматриваем Уборка картофеля у нас начинается где-то в середине, конец июля Где-то еще до октября месяца включительно мы убираем картофель Мишка, привет! Здрасте! Ну, как оно? Шоу, газ? Потихоньку Привет! Ну что, как сегодня идет? Вроде нормально бы Нормально, все Ну, ты знаешь, что я всегда, когда приезжаю, то сезон у тебя должен хорошо пройти Без поломок, без ничего Деньги-то выкапываю 120-130 тонн картошки Самое главное в уборке картошкой, чтобы она не травмировалась Тогда будет больше сохраняться и меньше Благодаря специальной технике она подкапывается, а не вырывается Боковой подкоп у нее оборудован Это тоже очень много влияет на картошку Комбайн идет по свежей гребне Не по тракторам, которые ее тащат, а со стороны сбоку Сама система разработки картофеля Бояшникова уже предусмотрена система сохранения клубней картофеля Так как там транспортеры уже прорезиненные И картофель не бьется и не травмируется Видите, как происходит уборка картофеля именно комбайна Рядки картофеля попадают в два валика определенных Идет захват земли И картофель вместе с землей скатывается на транспортер И дальше поступает Следующий транспортер идет распределение Очистка от мусора И поступает в бункер для последующей разгрузки в транспорт Который отвозит картофель После уборки картофель сразу поступает на так называемую сортировку Для дальнейшей переработки украины вещи Добрый день! Ну как нас сегодня? Что за сорт сегодня поступило? Сегодня поступает ревьера вторая Ревьера вторая репродукция, да? Ну и какая картошка? Нормально Нормально, да? Сколько? Сколько за день сегодня поступило? Уже 110 тонн 110 тонн, да Ну на вид отличная, красивая Полностью на семена мы закладываем сегодня ее, да? Ясно Общей сложности мы можем хранить до 15 тысяч тонн Мы имеем 4 хранилища У каждого хранилища стоят специальные датчики, которые реагируют на температуру воздуха и влажность То есть для картошки свойственно выделять какое-то испарение Она может мокреть, может прийти при хранении в негодность Поэтому эти датчики срабатывают и автоматически меняется температурный режим Вентиляционная система переключается в определенные режимы Поэтому сохранность картофеля обеспечивается таким образом В целом для хранения картофеля в камерах поддерживается температура плюс 4 градуса Для определенных сортов опускаем температуру до плюс 2 градусов Во всем известном фильме «Девчата» Надежда Румянцева перечисляла Какая может быть картошка жареная, пареная, вареная, тушеная А в наше время к этим блюдам можно добавить еще и чипсовые картошки Породовшим мы закупаем для производства чипсов не белорусскую картошку Сельхозорганизация, агромотель решила это все исправить В прошлом году мы закупили семена картофеля, которые предназначены для приготовления чипсов Чипсовый картофель отличается от простой картошки, которую мы кушаем, будем говорить ежедневно Во-первых, правильность формы, она более цилиндрической формы Ну и по повышенной крахмалесности, более плотный картофель получается То есть по простым языкам, не водянись Картофель предназначен для чипсов, считается более нежным сортом Привередливый к погодным условиям, привередливый к почве Он склонен к болезням, это надо все учитывать Ну а здесь у нас находится такая большая-большая темная комната Ну, это так образно говорим Здесь хранится новинка картофеля, это Леди Клэр Это один из сортов чипсового картофеля У нас есть договоренность с одной из крупных компаний, производителей чипсов белорусских В дальнейшем, в следующем году, семена этого картофеля будут высажены в поле И получим уже конечный продукт чипсового картофеля для производства чипсов Выращивание чипсового картофеля является высшим пилотажем Но мы будем стараться, учитывая наши технологии Учитывая, что мы выращиваем картошку от А до Я Я думаю, у нас это в дальнейшем, через несколько лет это получится Собственный белорусский чипсовый картофель, это должен быть у нас По статистике, в среднем за год съедает каждый белорус 180 килограмм картофеля Это наш национальный продукт, и я думаю, что не зря нас все-таки называют бульбашами Заеду, например, в какую-то другую страну или в Российскую Федерацию И на меня скажут бульбаш, и мне даже, с одной стороны, приятно, что я бульбаш все-таки Тем более знаю, что такое картофель Мы занимаемся реализацией продовольственного картофеля Основная часть экспорта – это Россия, ну и внутренний рынок тоже Здесь картофель проходит определенный цикл обработки, то есть мойка, шлифовка И дальнейшее идет по конвейеру, упаковывается в сетки, зашивается И уже упакуется в контейнеры на поддоны, обшивается вокруг и для загрузки в фурган Процесс отправки на реализацию приходит буквально за один день То есть утром ее выкопали, и сегодня же она в течение дня уже в обед загрузилась в автотранспорт И ушла к месту назначения потребителя Мы сейчас тоже пробуем разные виды упаковки картофеля В основном пакуется мытый картофель в сетке 25 килограмм Изучаем спросы упаковки, более мелкие фасовки для реализации в розничную торговлю Это и 5 килограмм, и последнее, что мы тоже пробуем 2,5 килограмма Для удобства потребителя в розничной торговле Это чтобы человек зашел в магазин и мог купить той картошки не мешок А сколько ему надо на сегодняшний день Пять лет назад решили купить линию вакуумной упаковки Мы посмотрели, изучали спрос На сегодняшний день мы уже увеличили производство То есть купили более мощную машину В дальнейшем планируем дальше развивать эту тему За моей спиной находится гигантская картофель-очистка Для приготовления картофеля в вакуумной упаковке Если под полную нагрузку, то за день она может переработать до 15 тонн картофеля Она полностью управляется компьютером Никаких физического применения к ней нет Идет вначале мойка картофеля, дальше шлифование и ножевая очистка картофеля Там находится такая специальная центрофуга, на которой имеется около 400 ножей То есть она уже проходит обработку и затем попадает на экспедиционный стол Здесь картофель проходит уже финальный этап Досматривается, зарезается, доделывается и поступает уже на дальнейшую упаковку Сроки хранения картофеля в вакуумной упаковке небольшие До 10 дней, но зато там сохраняются все полезные вещества На данный момент картофель в вакуумной упаковке в Брестской области набирает уже популярность Здесь уже многие знают про нашу картошку В основном город Брест, Барановичи, то есть общепит, школы, детские сады Потихоньку, понемногу, то есть народ начинает привыкать к картофелю в вакуумной упаковке В том числе, я думаю, что дальше оно пойдет и в розницу Прошло 7 минут и вот готовый продукт уже к употреблению То есть можно бросить в кастрюлю, в микроволновку и кушать Кроме картошки на линии вакуумной упаковки, мы упаковываем также и другие овощи, которые сами же выращиваем на собственных площадях И в дальнейшем мы хотим попробовать еще запустить линию для приготовления вакуумной упаковки картошки фри Ну, простыми словами, это наборы для ленивых хозяев Агромотль Ранее первоначальное название колхоз «40 лет октября» был создан в 1950 году В прошлом году мы отметили 70-летие На сегодняшний день на предприятии работает 600 человек, а сезонные работы цифра доходит до 700 Кроме картофелеводства занимаемся мы еще животноводством, другими видами растениеводства, как зерновые, кукуруза Второй брендовый наш продукт – плодовый сад Под сад у нас отведено 75 гектаров земли То есть мы выращиваем 12 сортов, которые очень популярны во всем мире Это Айдарет, Лигал, Голден, Делишес Из белорусских Олесю выращиваем Это сорт Галамаст, очень сладкое яблоко, вкусное, одного калибра, вообще супер Мы выращиваем яблоки по голландской технологии, которая активно используется во всем мире Суть данной технологии заключается в максимальном уплотнении яблонь на гектар Они отличаются слабой корневой системой То есть если сравнивать с обычными яблонями на даче, которые могут стоять сами по себе, не используя никакую шпалеру, ничего Здесь необходимо им немножко помочь Шпалера представляет собой конструкцию из бетонных столбов, натянутого троса, либо же проволоки И индивидуального колышка для каждой яблоны Это позволяет нам получить необходимый размер дерева, который составляет в районе 3 метров, 3,15 И каждая яблоня нам дает по 20 килограмм И это позволяет получить нам 70 тонн с гектар На сегодняшний день в Беларуси очень мало плодовых садов Щепетильная работа, чтобы создать хороший красивый сад и получить хорошее красивое яблоко, которое на сегодняшний день нравится покупателю Уборка яблок происходит в специальные сумки Это сумка обычная, металлическая, в принципе, как ведро Она вешается, как рюкзак на плечи, таким вот образом Она без дна Вместо дна у нас здесь мешок То есть человек ходит, собирает сюда яблоки Здесь набирается полная сумка Затем он приходит с полной сумкой Отцепляет эту резинку Вот так вот мешок, соответственно, сюда И высыпает Таким образом мы получаем целое небитое яблоко Без каких-либо повреждений И оно отлично хранится В недавнем прошлом начали заниматься в том числе и питомниководством плодового сада Путем сотрудничества с институтом садоводства Польши мы получили от них посадочный материал А-класса для разведения питомника Третий год питомник, мы уже получили свой маточник И мы уже имеем годовалые собственные саженцы, будем говорить, белорусского производства Честно говоря, никогда не думал, что я именно пойду по этому направлению, в сельхозорганизацию Родился я в деревне Ляховича, недалеко от Мотоля После окончания школы я поступил в Ярославское высшее военно-финансовое училище Затем по распределению попал в город Калининград, где прослужил более 10 лет Вместе с училищем, если так считать, более 14 лет отдал военной службе в Российской Федерации По мере службы потянуло на родину, как раз сыграло роль развал Советского Союза И в 97-м году я приехал в этот в агрогородок, тогда еще деревню Мотоль Так получилось, что попал на предприятие Агромотоль Начинал бухгалтером, ну я такой сам по себе человек, люблю движение, не кабинетный работник Поэтому дальше немного работал экспедитором, даже пытался создать рыболовецкую бригаду Поскольку у нас здесь много озер и всего Но потом дальше предложили должность заместителя директора И по нынешней, с 2014 года я нахожусь в должности заместителя директора ООО Агромотоль Мотоль как деревня, ну она мне стала практически родной Ну чувствую себя полным мотолянином, меня даже на одном из мероприятий официально приняли в это Мотолян, даже немножко проверяли умею, чи умею я говорити по-мотольски Я пару раз сказал, что я умею говорить по-мотольски И я быстро переключаюсь с русского языка на мотольский язык Такое местечко Мотоль именно славится теми же самыми мотольскими колбасами Основная такая это мотольская бульба, которую в общем-то все знают не только у нас, но и далеко за пределами Я думаю, что не за горами создание памятника картошки, которую мы выращиваем Как пример, в Пинске есть памятник хлебу Почему бы нам не сделать памятник картошке? Именно мотоли, тем более она называется как второй хлеб Вечером после работы люблю заглядывать в кафе нашего хозяйства Очередной раз заказал свое любимое блюдо, мотольскую бульбу И даже знаю предварительно какой это сорт Это королева Анна, очень популярный сорт на сегодняшний день Эта картошка не считается, как многие говорят, варистая, разваристая Она просто вкусная и все Самый главный секрет выращивания картошки – это желание и не бояться трудностей Это очень интересная сфера деятельности Для нее нужны и специальные подходы, и подготовка специалистов Многие хозяйства, которые были ранее, уже отказывались заниматься именно выращиванием картофеля Но мы не останавливаемся, упорно работаем, действуем и планируем идти дальше вперед Мы-то не имеем права потерять свою марку, как картофелепроизводители И причем картофелепроизводители высокого уровня